Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну третьей главы. И эта Мишна – это высказывание Раби Халавты из Квархананья, который был учеником Раби Мира. О чём же говорит это высказывание до того, как мы начнём изучать его слова? Он говорит об особенной связи людей, которые учат Туру. Когда собираются 10 людей и учат Туру, сказано, что на них покоится божественное присутствие – шхена. На иврите шахен – это сосед, шхена – это соседка, то есть творец находится рядом с ним. И дальше говорится о пятерых, которые составляют связку, а гуда – пять пальцев – это кулак, связка. Дальше говорится о трёх – это говорится о трёх судьях. Даже если двое сидят и изучают Туру, то есть особенное присутствие Творца и даже на одном. Но на самом деле это разные качества присутствия Творца. И один из комментаторов, он приводит пример с царём, у которого в столице есть его дворец. Он постоянно находится в дворце. Есть какое-то место, куда он приезжает, чтобы навестить каких-то своих сановников, проверить и так далее. Есть место, куда он только проездом появляется. Творца – это то, что заключено в глубокой связи, которая связывает людей, которые занимаются Торой. Все, может быть, слышали слово «хавер», «друг», но немногие знают, что слово «хавер» происходит от слова «хаврута». То есть «хавер» – это тот, во-первых, в Талмуде так называется еврейский мудрец. Это уже в современном иврите получило другое значение. «Хавер мифлага», «товарищ член партии». Вы понимаете, «хавер» – корень слова «хибур», «связь». Сказано, что еврейские мудрецы, они соединяют небо с землёй. Так вот «хавер», «хаврута», тот, вместе с кем учат Тору, и сказано в Талмуде, когда они учат, они как будто враги, они воюют друг с другом. Когда они завершают изучение, нет более близких людей, близких друзей, потому что они занимаются выяснением истины, выяснением того, как Тора реализуется в мире, раскрытием Торы в мире. А сейчас, после этого небольшого предисловия, давайте начнём читать нашу Мишну. «Раби Халавта из Кварханани говорил, 10 человек, которые сидят и занимаются Торой, Шхина находится на них, то есть находится между ними буквально переводом. Шенеймар, и так сказано в 82-м псалме царя Давида. «Элуким ницав бейдат кель». Творец находится в общине, кель – это имя Творца, в общине Творца, то есть он там находится. А откуда мы знаем, что община – это именно 10? Так объясняет татт Вавилонского Талмуда Санедрин, приводится строчка то, что написано в книге Бамидбар. До каких пор община злая – это? Что же это такое? Какая община? О чём говорится? Это говорится о разведчиков. Как вы знаете, было послан 12 разведчиков, и 10 из них говорили дурное о земле Израиля, и только Калев, Бен-Яфуне и Ушо, Бен-Нун говорили про то, что даже если бы эта земля находилась на небе, мы должны были бы сделать лестницу и подняться туда. Потому что Творец завещал нам для нас, Он подготовил эту землю, землю, текущую молоком и мёдом. И это сразу вспоминаются какие-то сказки. Помните, молочные реки, кисельные берега? Об этом говорится. Это что, сказка? И объясняет Талмуд очень простую вещь. Что это значит? Земля, текущая молоком и мёдом. И говорится, что финиковые пальмы, финики настолько будут насыщены соком, что этот сок будет вытекать из финикового, разрываться будут финики, и он будет течь. Потому что и у нас есть финиковый мёд. А козы, которые будут приходить и лизать этот мёд, у них будут так набухать козы, сосы, что молоко при том, когда они будут идти, и будут вытекать из этих сосов. Вот что значит земля, текущая молоком и мёдом. Так вот, о чём говорится. Когда 10 евреев собираются для того, чтобы учить Тору, творец находится среди них. И уточняет один из комментаторов, как сказано, Элоким Ницав, творец находится. А потом сказано, Община Всесильного. Вы понимаете? То есть он уже находится, он предваряет тех 10 человек, которые собираются, чтобы учить Тору. Но в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, 6 лист, написано, что творец приходит, когда собираются 10 евреев, чтобы вместе молиться. И всякая вещь, которая связана со святостью, она начинается, когда есть 10 евреев. Можно делать хазарат ашанс, повторение молитвы, говорится кадыш, говорится борху, говорится к душа, только когда есть 10 евреев. Ну, какая разница? 9, 8, 10. Это община. Это минимум. Это связь. Потому что, на самом деле, мы учили арабские цифры, мы даже не знали. От 1 до 10. Но посмотрите, как мы пишем число 10. 1 и 0. То есть 10 – это возвращение к одному, к единому. До 9 – это множественность. А 10 – это единое целое, община, эда. И это именно 10 взрослых мужчин и именно евреев. Это называется место присутствия шхины. Это говорится про молитву. И мы видим, видите, параллель между тем, что сказано в Талмуде, что 10, которые собираются, чтобы молиться, среди них находится шхина, и 10, которые вместе учат Туру. Посмотрим дальше. Откуда мы знаем, что даже их, если их пятеро? Ве уминаин афилуха миша. Шенеймар. И так написано у пророка Амос. Ве агудато, аль эрец и сада. И агуда – это связь, связка, союз. Например, эгет – это вот связка. Вы знаете, что мы берём 4 вида растений и связываем 3 из них, и берём их в правую руку, а в левую берём и трог. 4. Агуда – это 3, но здесь сказано про 5. Значит, откуда мы знаем, что даже 5, как сказано, и вот это агудато аль эрец и сада. То есть, связь, союз свой он основал на земле. И что это такое? Почему 5? И тогда мы обращаем внимание. Вы видите, 5. 5 пальцев. Это агуда. Это связь. Посмотрим дальше. Но и о троих сказано, среди судей судит он. Так сказано у пророка Малахи. Среди судей, судей, еврейских судей, судит он. Но какое отношение имеет изучение Торы к судям, к суду? Но мы забываем, что это еврейский суд. А по еврейскому суду судятся законами Торы. И тогда трое, которые разбирают какое-то дело между двумя евреями. Обратите внимание. Двое. Ответчик и тот, с кого взыскивают. И трое судей. Минимум, трое должно быть судей, чтобы судить законы об имуществе. Да и нейма монот. Почему? Может быть, достаточно было бы двух или одного. Но мы говорим, действительно, если это особенный еврейский мудрец, он может судить и один. Но если их два, это приводится выражение, откуда мы учим, что освящение месяца должно происходить перед еврейским судом. То есть, одна первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте. Ахода шазы лахем рошходашим. Месяц это для вас начало месяца. Первый он для вас у месяцев года. И говорит творец, когда ты увидишь вот в таком виде луну, освящай. И говорится, Муше и Аарон. Значит, как минимум, должно быть два судьи. Но объясняет Талмуд, трактат вавилонского Талмуда Санетрин, что не может быть суд уравновешен. Два судьи. Один говорит обвинить, другой говорит оправдать. Никакого решения не будет, поэтому должен быть третий. Это то, что говорит Талмуд. Эн бейдин шакуль. Уравновешенный. Поэтому всегда нечетное число судей. Например, Санетрингтана это 23 еврейских мудреца. И они уже судят о жизни и смерти. Наконец-то Санетрингдола 71 еврейский мудрец. Откуда учится? Это тоже строчка из Торы. С фулищи вим-иш соберите мне 70 мудрецов, 70 старейшин, это те, которые были в Египте над смотрищиками и получали удары за то, что они защищали евреев. Вот они могут быть судьями еврейского народа. И муше аль-габеем, и муше над ними. И так 71. Потому что не может быть суд уравновешен. Хорошо. Значит, мы видим, что даже если три еврея собираются, чтобы судить по еврейскому закону, это выяснение закона Торы. Теперь и дальше продолжает раби Халавта. А откуда мы знаем, что если их даже двое, и это то, что сказано у пророка Малахи, Ас-Нидберу Ир-Эй-Ашем Иш-Эль-Ре-Эгу Ва-Як-Шев-Ашем Ва-Яш-Ма И тогда говорили между собой трепещущие перед Творцом и слушал Творец и внимал им. Значит, мы видим, что даже если двое занимаются изучением Торы, благодаря тому, что они выясняют, углубляются. Один спорит с другим, приводит свои возражения. На эти возражения надо привести свои доказательства. Так они выясняют истину. Но последнее, это верно также и об одном человеке, который учит Тору. И это сказано в прямую в Торе, в второй книге Торы Шмот, имена, Бекольм Амаком Ашер Аскира Чми Аво Элейха Уверах Тиха. И в любом месте, где будет упоминаться мое имя, пока скажем так, переведем, я приду к тебе и благословлю тебя. Значит, мы понимаем, что есть разница присутствия. Либо Творец предваряет десять, и он находится среди них, и это Ташкена, и все то, что связано с святостью, это именно десять. Пять это связка, это союз. Трое это тоже, но даже двое, и даже один. Но есть разные как бы моменты участия Творца и присутствия. Чем больше евреев, тем открытие проявления Творца и связь Творца с ними. И поэтому мой учитель Равицкак Зильбер как-то, может быть, я уже упоминал в своих передачах это, что как-то, когда первые годы, когда я начал делать передачи на Колес Раэль по недельной главе Торы, он мне вдруг как-то сказал, Патлас, ты знаешь, что ты делаешь, когда ты делаешь вот эту маленькую передачу на 25 минут, но если тебя слушает 10 человек или 100, или 1000, а я слышал, что там в Израиле тебя слушают даже несколько тысяч, а может быть, даже десятков, но возьмем среднее, тысячи, тысячи человек, тогда эти 25 минут надо умножить на 2, на что? На 1000, тогда это 25 тысяч, 24 часа, значит, это что? Предположим, в среднем, это 1000 дней, ты понимаешь? Как будто 3000 дней, 365 дней, это год, как будто 3 года подряд ты учишь ТОР. Вы понимаете, что это такое? То есть, чем больше количество участников урока, тем больше плата у каждого, который участвует в этом уроке. И тогда, если каждое слово ТОРы, это одна митсва, умноженное на количество участников, на 1000, это каждое слово ТОРы тысячи митсвот. Так вы понимаете, самый выгодный бизнес, это преподавать ТОРу, причем, вот, как сейчас мы делаем в интернете, многие люди собираются, слушают урок, тогда каждый из нас выигрывает умноженное число людей участников урока. И, конечно, это та вещь, которая не сравнится ни с чем. Ведь, если мы говорим, что даже одно слово ТОРы это митсва, и сказано нашими мудрецами, что весь этот мир со всем золотом, серебром, евро, долларами, шекелями и даже рублями не может заплатить ни за одну митсву, за одну митсву все серебро, золото, все богатство мира невозможно отплатить. Почему? Потому что митсва, она в другой валюте. Что это значит? Это то, что связывает человека с источником его жизни, с самим Творцом. Так как же можно в нашем материальном мире заплатить за то, что имеет отношение к духовному миру? Говорят наши мудрецы, в духовном мире нет даже на, я приведу выражение на еврейте, гаргиршель хардаль, даже на горчичное зернышко материальности. И тогда что же это такое? Весь материальный мир не может отплатить за одну митсву. с другой стороны, говорят наши мудрецы, плата за митсву митсва. Что это значит? Кто-то когда-то видел, как бабушки вяжут свитера. Одна петелька, к ней присоединяется другая. И так вот вяжется, вяжется человек, который сделал одну митсву, ему предлагается возможность сделать другую. И тогда оказывается, что весь наш мир это возможность построить прочную связь человека, который живет в материальном мире, который весь материален, даже делает, казалось бы, материальные вещи. Ну, что это такое? Четыре вида растений, трясет все шесть сторон, или надевает какие-то кожаные коробочки на голову и на руку, или я не знаю, что ест кусок мацы. Ну, что такое? Кушает человек, делает материальное. А через это он связывается с корнем своей души, которая находится в духовном мире. А ради чего он пришел сюда? Чтобы выполнить свою часть работы в исправлении всего мира. Ведь через это он становится компаньоном самого Творца этого мира. И у каждого человека своя часть. Ведь для этого он спустился в мир. Так вы понимаете, какое богатство может человек заработать за полчаса своей жизни? А если я скажу своему другу, своему соседу, своему отцу, скажу, знаете, что, я вам покажу что-то интересное, посидите со мной полчаса. Так вы понимаете, что? А может быть, это поможет человеку сделать следующий шаг. И так мы слышали, не один, не два, не десять, приходили на какие-то уроки. И мне рассказывал один человек, я ездил из Иерусалима в Тель-Авив на Севанишма организацию в центре Иерусалима, недалеко от Габимы, и давал уроки на русском языке. И приезжали какие-то Алимы из разных городов, даже из Нейбрака. И прошло несколько лет, я уже перестал давать там уроки, начал ездить в Москву, и вдруг я встретил одного из участников этого урока в Кипе. Он сказал, вы знаете, первые полгода я приезжал на урок, вы что-то такое говорили. Я ничего не понимал. Но почему-то после, через какое-то время, вдруг я понял, что я хочу надевать филин, я хочу соблюдать субботу. Понимаете? Это тот, кто скажет, что он понимает, как действует митцва. Есть у нас книги, которые объясняют смысл митцвот. Но после всех объяснений мы исполняем заповеди, потому что это повеление того, кто сотворил мир и сотворил нас. И дал нам возможность находясь в материальном мире связаться с корнем. Откуда мы все пришли? Ведь вы знаете, что даже у каждой травинки, сказали наши мудрецы, есть ангел, который ударяет под ней и говорит расти. Что это значит? И здесь мы подходим к очень важному вопросу. что первично? Мир или тара? И тогда объясняет наши мудрецы, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И есть одно из объяснений первого слова Торы, берешит. Пи решит. Мною было сотворено начало. То есть Творец смотрел Тору и творил мир, значит тара первична. И тогда когда мы находясь в материальном мире, сотворенном мире, связываемся с Торой, которой творился мир, мы связываемся с корнем мира. И тогда через это мы выполняем то главное ради чего сотворен мир. Ведь первая буква Торы Бет говорит о двух началах. Первое начало это Тора, второе начало это еврейский народ. Когда соединяются эти два начала, еврейский народ с Торой, мир исполняет свое назначение. И это очень важная вещь. «Ведь сама земля арец корень слова радц радсон желание. Если у человека нет желания, он бы оставался в кровати 24 часа каждые сутки. Ну, что такое? Ему не нужно выходить из себя. Радсон желание это значит, что ему чего-то не хватает и он куда-то устремлен. Так оказывается, это смысл творения, которое называется земля. Арец радсон радца. И она устремлена куда-то. Куда? Там. Шам. Туда она направлена. Куда? К небу. Вы понимаете, к своему источнику. Объясняет мораль из Праги, что все то, что сотворено в мире, оно по природе хочет вернуться к своему источнику. И поэтому это непреложно, что мы еврейский народ, которым находимся уже около двух тысяч лет в изгнании, в чужих местах, несомненно, мы вернемся сюда, на свою землю, чтобы здесь жить по законам, которые мы получили с горы Синай. И мы ждем и молимся каждый день, чтобы уже пришел наш царь, который должен нас собрать, Машех бен Давид. И в его время должен отстроен быть храм, и весь еврейский народ соберется на свою святую землю, чтобы здесь жить по законам, которые мы получили с горы Синай. Так вот, что значит десять, которые собираются и учат Тору, Творец находится с ними, он их ждет. И это все то, что связано с святостью, к душе. Пять – это агуда, это связка. И тогда что сказано? Это союз свой основал на земле. А троих сказано среди судей судит Творец. И даже о двоих. И тогда говорили между собой трепещущие перед Творцом. И слушал их Творец. И внимал. И это говорит последний пророк, который был у еврейского народа. Пророк Малахий. Значит, что здесь заключено? Если мы хотим, чтобы Творец находился среди нас, это хаврута, это связь, это хибур, это соединение, двух евреев, которые сидят и выясняют, в чем заключается желание Творца. Они постигают божественную мудрость. И через это они связываются своим источником. И даже один, который сидит и занимается второй, сказано, что Творец говорит, и здесь сказана странная вещь, Аскир Аскир Ачми, я вспомню, я упомяну свое имя. Сказано было Таскир Ачми, если бы сказано, ты вспомнишь мое имя. Здесь говорится, в каждом месте, где я будет, я вспомню свое имя. То есть, человек сидит, изучает Тору, а Творец как бы засчитывает ему, как будто он занимается, приближается к Творцу. И я приду и благословлю тебя. Но до этого сказано, это будет записано в памятную книгу, но когда один только учится, он учится, он исполняет, Творец его благословит. Но когда двое учатся, это записывается в трое, пятеро, десять, А представьте себе, были периоды в еврейской истории, когда весь еврейский народ занимался изучением Тора. И тогда задается естественный вопрос, а что будет с границами, кто будет охранять, кто будет пахать, кто будет сеять? Вы будете у меня народом священников и народом святым. Это цель мира. Представьте себе, первая скрипка, он сказал, ну что я все время пи-пи-пи-пи, туда, доры, мифа, соль, оси и так далее, по которому сверяют и настраивается весь оркестр. Я хочу ударять в барабан. Это такое наслаждение, раз, бум, раз, бум. Вы понимаете, еврейский народ, это первая скрипка, и по нему настраивается весь мир. Когда мы трепещем перед творцом, когда мы занимаемся словами Торы, другие народы тоже трепещут и хотят услышать слово творца. Когда царь Шлому управлял еврейским народом, все народы мира считали за высокую честь прийти в Ярушала им и услышать мудрость царя Шлому. Чтобы поскорее это было, чтобы пришел наш царь Машех, и чтобы он нас всех собрал, чтобы был отстроен храм, и чтобы увидели настоящий почет и славу еврейского народа, который отражает славу того, кто их послал в мир. Ну, на этом мы завершаем. Всего вам хорошего.